Давайте откроем вместе Евангелие от Матфея. Так, я вам предлагаю пооткрывать со мной вместе Писание сегодня, чтобы Бог вам проговорил. Вы знаете, вот интересно, проповедника слушаешь — это одно, вот у меня обычно нет возможности понаблюдать. А прошлое воскресенье я сидела сзади и слушала проповедника. И знаете, что до меня долетали, как бы это назвать, крошки. То есть я понимала, что человек, который говорил, он пережил это, ему Бог открыл что-то, но до меня долетали только крошки. Вот что-то из всей проповеди, буквально пара слов меня коснулось лично. Я думаю, насколько мощнее, когда ты сам Слово Божие читаешь, даже просто следишь по Писанию, Бог начинает с тобой говорить. Проповедник свою проповедь проповедует, а Бог начинает с твоим сердцем говорить о том, о чём тебе надо услышать в этот момент. Поэтому ободряю, поощряю вас. Открывайте свои телефоны, где у вас в телефонах. Бумажная Библия — это вообще моя любовь. Бумажная. Нюхать страницы, листать. Я не знаю, вымыслы человеческие ненавижу. Слово твоё люблю, Писание говорит. Такая красота здесь, такая глубина. Аминь? Не упускайте этой возможности. Вот смотрите, ехал человек в поезде, и Бог с ним говорил. Она говорит, я Слово не читаю, а Бог нашёл способ Словом её ободрять. Ничем иным, Словом. Словом твоим ты сделал меня разумнее всех моих врагов. Я разумнее моих учителей. Аминь? Это Слово Его. Слово Его — невероятная сила. Итак, мы читаем Евангелие от Матфея с 1-го... 11-я глава, с 1-го по 6-й стих. Я назвала Слово сегодня «Как не обидеться на Бога». Евангелие от Матфея, 11-я глава, с 1-го по 6-й стих читаем. Когда окончил Иисус наставление двенадцати ученикам своим, перешёл оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Иисуса, послал двоих из учеников своих сказать ему «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, хромые ходят, прокажённые очищаются, и глухие слышат, мёртвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не сооблазнится о мне». Аминь. Здесь мы видим картину. Вы, я думаю, знаете предысторию, что Иоанн, креститель, он обличил Ирода за то, что тот взял жену своего брата. И за то, что он так поступил, жена брата Ирода, которая теперь его жена, возненавидела Иоанна лютою ненавистью и решила его устранить. Значит, его сначала посадили в тюрьму, и потом, кто из вас знает, ему отрубили голову, в конце концов. Это история с не очень хорошим концом, как мы любим. Я люблю фильмы, детективы, сериалы. Всё люблю с хорошим концом. Одно условие, мне нужен хэппи-энд. Вот, к сожалению, мы знаем, что в жизни далеко не всегда на наш взгляд хэппи-энд. Но наш взгляд и Божий, они очень сильно отличаются. Вчера мы ездили в горы с Еркеном, иностранцев возили на Чимбулак. И когда мы поднимались вот в этой небесной колеснице, открытой, нет, открытая, которая именно такая, как для лыжников, вот в этих креслах, когда мы поднимались вверх, я всё время хотела с Еркеном разговаривать, мы редко вдвоём бываем, у нас шесть человек дома живёт, и при том, помимо этого, ещё он всегда всем нужен, у него не остаётся просто времени со мной поговорить даже. И вот я думаю, наконец-то мы летим в небесной колеснице, сейчас он со мной поговорит. А он мне всё время говорит, давай помолчим, давай помолчим. И, в общем, я такая думаю, ну ладно, успокоюсь и помолчу. Успокоилась и замолчала, и подумала, как хорошо, музыки нет, тишина, вот уже на Чимбулак когда летишь. Птицы поют, высокие вот эти теньшанские ели, стрелами в небо смотрят. И вот я лечу над ними, слушаю пение птиц, и вдруг мне приходит такое, я думаю, а что бы мне Бог сейчас вот проговорил, думаю, сейчас самое время Бога послушать, раз муж мой не хочет говорить со мной, слушать меня. Есть кто-то, кто всегда хочет, у кого всегда есть время, настроение, возможность, способность, силы слушать тебя или говорить с тобой. И я, значит, думаю, что же Бог мне скажет? И внутри чувствую, как будто Бог мне говорит, я хочу, чтобы ты больше наслаждалась природой, больше наслаждалась жизнью, больше слушала пение птиц, меньше беспокоилась, потому что я всё контролирую. Вот это то, что как бы пришло мне в тот момент. Больше наслаждаться жизнью, больше радоваться, наслаждаться творением Божьим, Богом самим, меньше суетиться, беспокоиться, потому что Он всё контролирует. И когда я смотрела на горы, на ели, на небо, вот просто руки растаяла, летела, да так. Знаете, о чём я подумала? Что даже, когда ты смотришь с высоты Божьего полёта, даже на такие страшные вещи, как война, или смерть, или болезнь, или, я не знаю, что бы то ни было, у каждого из нас что-то своё, когда ты на это смотришь с высоты Божьего полёта, всё меняется, всё приобретает какой-то новый смысл. И у тебя откуда-то появляются вот эти силы и благодать, и понимание, что всё будет хорошо. Вот я не знаю, что бы это ни значило. Всё будет хорошо в Боге. Аминь. И мне вспомнилась такая история, когда маленький мальчик зашёл в лифт с папой вместе, и большая толпа людей набежала, да, взрослых. И вот он стоит, он вот такого роста, и он, вот, короче, куча людей, чужих, запахов, разговоров непонятных. И вот этот мальчик начал суетиться, да, начал суетиться, начал плакать. И папа его поднял на руки, да, на, как бы, на свой уровень. И тогда мальчик посмотрел и подумал, ну, не так всё страшно, и успокоился, да. И вот мне кажется, что нам с вами надо иногда залезть Богу на ручки. Да не иногда, а нам постоянно надо жить у Бога на ручках. Вы понимаете? Потому что вот очень много, я не знаю, лично я, суичусь, беспокоюсь, стараюсь, стремлюсь, давлю из себя, и из этого только вот выходит, знаете, какие-то вот мои собственные амбиции и поплати какие-то действия. Вот я выдавливаю что-то, и оно обычно не очень получается как бы по-божески, да. Но когда я двигаюсь вместе с Богом, когда я смотрю на вещи, как пытаюсь смотреть, как Он смотрит, на людей, как Он смотрит, на ситуации, как Он смотрит, тогда всё меняет перспективу. Аминь. Поэтому первая мысль сегодня — залезь Богу на ручки. Поменьше беспокойся, суетись, бойся, поменьше выжимай из себя и больше доверяй Ему, наслаждайся им, Его творением, жизнью, общением с Ним, словом Его. Аминь. Потому что всё контролирует в итоге Он. У Него всё под контролем. Аминь. И вот здесь мы видим ситуацию, когда Иоанн за его божественный поступок, он правильно сделал, он обличил, остальные все молчали, религиозные деятели, лидеры. А Иоанн, кто его дёрнул, уж я не знаю, взял и тому сказал, ты неправильно сделаешь, нехорошо перед Богом, то, как ты поступил. И вот за своё доброе, за свой божественный поступок он оказывается в темнице. И когда он сидит в этой темнице, он посылает и слышит, что там прокажённые очищаются, слепые прозревают, хромые ходят, глухие слышат, мёртвые воскресают, нищие благовествуют. А он, в общем, сидит в темнице. И я даже не знаю, это он, да, написано, послал. Ну-ка посмотрим. Послал, да. Он послал двоих своих учеников к Иисусу спросить, ты ли? Вот это ты ли тот? Или нам кого-то другого ждать? И надо понимать, что Израиль в то время ждал Мессию Спасителя от римского ига. Он ждал кого-то, кто политически всё изменит, экономически всё изменит, который переставит всё опять с ног на голову, да, то есть с головы на ноги. Вот чего ждали люди. И тут приходит Иисус и он никого не ниспровергает, да. Вот если вы посмотрите Матфея 12 главе, тут же рядом, да, написано с 18 по 21 стих про Иисуса. Пророк Исаия пишет. Вот отрок мой с 18 стиха, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, возвестит народом суд. Не воспрекословит, не возопиёт, никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит, и льня курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. И на имя его будут уповать народы. Здесь опять, вот 19 стих, не воспрекословит, не возопиёт, никто не услышит на улицах его голоса. Это про то, что он не политический лидер, он не будет восстания какие-то делать, он не будет переворачивать всё, да, в обществе, в этом смысле, в котором люди от него ждали. И ещё про него написано, что он не доломает надломленного, и он не угасит даже того, кто вот неприятным дымком от него, да, кто вот, как говорится, вот знаете, лампы же раньше были вот эти, да, и фитилёк, когда фитилёк горит, вот когда он старенький становится, да, такой, да, его вовремя не счищают, он начинает коптить, и вся лампа становится такого закопчённого цвета, то есть свет перестаёт проникать даже толком через эту лампу. И я думаю, вот можно провести такую параллель, возможно, она несколько будет свободная, да, что есть надломленные люди, да, от которых, казалось бы, помощи никакой нету, или там они негативные, да, или там они недостаточно духовные, как мы смотрим на них. Трость надломленная, то есть её даже крышу ей не залатаешь, не сделаешь, да, она будет пропускать дождь. Но он говорит, Иисус, он не сломает, не доломает этого надломленного человека. И также вот эта лампа, которая должна свет нести, а она закоптилась, она потускнела, и казалось бы, да, выкинуть её вон, но он, и вот этого даже фитилька не угасит. Маленькое-маленькое пламя, которое есть, он будет из последнего его возгревать, да, вот это наш Спаситель, вот это наш Спаситель. И интересно, что Иисус говорит, пойдите, скажите Иоанну, что вы видите, да, вот это всё происходит, моё царство не отсюда, я не собираюсь политически что-то менять, или экономически, или финансово, да, то, что я делаю, я изменяю души, я изменяю жизни, я спасаю, по-настоящему спасаю, я делаю то, что по-настоящему важно, душа человека, внутренний человек, потому что внешнее тлеет, а внутреннее обновляется каждый день, да, и блажен, он говорит здесь, кто не сооблазнится обо мне, вот это слово сооблазнится, у него несколько есть значений, да, это приткнуться, усомниться, обидеться, и Иисус говорит, то есть будут поводы, усомниться, обидеться, приткнуться, да, и он понимает, что даже у Иоанна, крестителя, тот конкретно мощный, да, верующий, правда, этот человек живёт где-то в пустынях, кушает саранчу, и дикий мёд, одет во что попало, да, и ходит, и всем кричит, покайтесь, приблизилось царство Божие, это такой, мы бы в наше время назвали его религиозный фанатик, экстремист, да, нам бы он был непонятен абсолютно, да, он бы нам абсолютно был непонятен, однако, да, однако, мы знаем, что написано, вот чуть ниже написано, что он пророк, больше, да, между вами не восставал 11 стих, больше Иоанна, крестителя, в то время, да, во время Ветхого Завета, пока ещё Иисус не прославился, да, пока ещё мы не были все крещены Духом Святым, да, пока ещё Дух Святой не дал новое рождение людям, возрождение, да, Иоанн был самый больший из пророков, и всё-таки был момент в жизни Иоанна, когда он посылает к Иисусу сказать ему, ты ли тот, или кого-то другого ждать, и если вы читали, давайте откроем, вот Исайя 53 глава, просто буквально несколько стихов посмотрим, с первого стиха, 53, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня, или сила Господня в другом переводе, он зашёл перед Ним, как отпрыск и росток из сухой земли, нет в нём ни вида, ни величия, мы видели Его, и не было в нём вида, который привлекал бы нас к Нему, Он был презрен и умолён перед людьми, муж скорбей и изведавшей болезни, и мы отвращали от Него лицо своё, Он был презираем, и мы ни во что ставили Его, но Он взял на Себя наши немощи и понёс наши болезни, а мы думали, что Он поражаем и наказуем и уничижен Богом, но Он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нём, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свой путь, и Господь возложил на него грехи всех нас. Вот обратите внимание с первого стиха, кто поверил и кому открылось. Вот я верю, здесь такой некий секрет заложен. Кому откроется сила Господня? Тому, кто поверит. Тому, кто поверит в Него. Бог явит свою силу. Тот увидит изменения, настоящие, внутренние, невременные, потому что видимое временно, невидимое вечно. Аминь. Внешний человек ветшает день за днём, внутренний обновляется день за днём в Боге. Аминь. И мы видим здесь, что Иисус — это человек, это Бога-человек, непривлекательный для этого мира, для многих из нас непонятный. Знаете, когда я размышляла об этих стихах вчера, была удивлена, просто плакала, читала эту 53-ю главу и просто плакала, думаю, что со мной происходит, Господь. И знаете, о чём я думала? Я не знаю, насколько это богословски будет верно, но вот просто по моему внутреннему откровению, что мне кажется, Бог мне говорил, что здесь вроде бы написано в прошедшем времени, в нём ни вида, ни величия, мы видели его, не было в нём вида, который привлекал бы когда-то раньше. Но я верю, это остаётся так же и в наши дни. Так же он непривлекателен, так же к нему люди не бегут бегом, только уже когда дошли до ручки, начинают голову к небу поднимать, когда свои ресурсы все кончились. И интересно, что я думаю, даже верующих это касается. Вы понимаете? Что даже для нас, для верующих, он не столь привлекательный. Давайте я вам брошу вызов и задам вам вопрос. Кто из вас, кроме Любы, с большим удовольствием проведёт время в молитве, чем в просмотре сериала или фильма какого-нибудь? Можно смотреть и молиться. Да, и да. Ладно, молчу, я просто молчу. Трости надломленные не буду ломать. Сегодня. Вы понимаете? Даже сегодня у нас есть другие предпочтения. У нас много интересного, классного, своей цели. Я просто вот замечаю, когда с людьми говоришь, и вот это же классно, иметь какую-то свою цель, двигаться куда-то. Я планирую вот это, я планирую вот то. Но очень часто мы даже в планы свои его не приглашаем. Вы понимаете? То есть мы планируем, а его в этом нету. А по-хорошему нам спросить его, Господь, а ты что хочешь? А ты как видишь? Да или нет? И тут говорится, в нём нет ни вида, ни величия. В нём нет вот этого обещания, что обещает этот мир. Похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. То есть что он говорит? Что мы хотим? Богатыми, известными, классными, популярными быть, нужными, любимыми. Так или нет? Да. А он не привлекает, он не обещает этого, он не обещает тебе экономический прорыв, он не обещает тебе жизнь абсолютно без страданий. Он делает лучше жизнь, но это не гарантия, что ты избегнешь всех трудностей. Правда или нет? Он говорит, мужайтесь, в этом мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил этот мир. То есть он говорит, я дам тебе пройти, я прошёл, я знаю, как пройти твоё трудное время, я помогу тебе, не бойся, я помогаю тебе, я тебя не покину, я тебя не оставлю. Блажен кто не соблазнится обо мне. И я интересно прочитала комментарий, вот этот про соблазнится. Кому это он говорит? Он говорит о том, что мне придётся проходить страдания, унижения и смерть. Его ученики до последнего не понимали, и не верили. Вы помните, я вам говорила, они несколько раз говорили, читаешь там, Иисус сделал чудо, и поверили в него его ученики. Несколько страниц листаешь, Иисус сделал вот такое и вот такое, и поверили в него его ученики. Читай же ещё несколько страниц. Опять Иисус сделал или сказал, и поверили. То есть это такое, как по нарастающей. Наша вера растёт по мере того, как мы больше и больше познаём Бога. Аминь. Но у нас все равно есть некие ожидания, как и у них были. Ученики до последнего думали, мы классно двигаемся, мы сейчас здесь делаем переворот, все теперь станет по-нашему, у нас такой мощный лидер. И тут этот лидер умирает, страдает, его арестовывают, его сажают, его избивают, при всех унижают, с него срывают одежду, его бьют по щекам. Но их Господь, который мертвых, это для них вообще непонятно, это не вмещается в их сознание. И он говорит, блажен, кто не соблазнится обо мне, когда я слаб, когда я непривлекателен, когда я распят, когда я избит, когда я мертвый, лежу в гробнице. Блажен, кто не соблазнится обо мне. Аминь. И блажен, кто сам оказался в трудных обстоятельствах, как Иоанн Креститель, в темнице или в предательстве, или в отвержении, в измене, в подлости человеческой. Блажен, кто не обидится на Бога. Блажен, кто сможет его распознать и продолжать держаться за него, оставаться с ним до конца. Писание говорит, узкий путь. Узкий путь. И иногда он очень узкий. Я помню, я раньше говорила, что вот знаете, даже порой вот так, с кучей всего в руках, да, там, со своими пакетами, со всем, чего ты там достиг, достижения, и там, что у тебя, надежды твои, мечты твои, амбиции твои. Вот он ты весь. Вот в эти ворота не протиснешься. Вы понимаете? Надо всё скинуть у его ног. Надо всё это скинуть около его ног. И только тогда ты протиснешься в эти ворота. Потому что они узкие. Некоторым из нас надо будет животы прям ещё втянуть, и боком, возможно, вот еле-еле мы протиснемся. Да? Вы понимаете? Господу угодно было поразить его. 10 стих 53. И он предал его мучению. Когда же душа его принесёт жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться его рукой. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесёт. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям был причтён. Тогда, как он понёс на себе грех многих, из-за преступников сделался ходатаем. Вот эта картина Исаия, я вам рекомендую, почитайте дома несколько раз её. Просто вот настолько наглядная, да? Вот это одна только фраза. Каждый из нас на свою дорогу сбился. Вот я, например, иногда думаю о людях, вот как можно вот такое, как можно вот такое. Это же очевидно, что это неправильно перед Господом. Когда я этот отрывок читала, все мы блуждали, как овцы, и каждый совратился на свою дорогу. Я знаете, что поняла? Мадлен, а у тебя-то свои есть любимые грешки. Ты-то сама никого не лучше. Слава Богу, что Господь фитилёк твой не загасил. Слава Богу, что ты коптишь, а он протрёт и терпит, протрёт и терпит. Слава Богу, что когда я в сокрушении, в унынии, когда я не хочу, хочу сдаться, когда я в депрессии, там ещё в чём. Спасибо, что он не добивает меня, не доламывает меня, он ждёт меня, он понимает. И для меня это такой вызов, чтобы становиться похожими на него. Вы знаете, он уподобился нам, чтобы мы с вами уподобились ему. Аминь. Ещё одну мысль хочу сказать. Это в Евреях 4 глава, 15 и 16 стих. Написано вот так. Давайте откроем. Евреям 4 глава. Так, тут у меня всего столько, сейчас всё будет падать. Евреям 4 глава, 15 и 16 стихи читаю. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам, нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушён во всём, кроме греха. Поэтому приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Мы с вами имеем первосвященника, который отлично понимает всё, что мы с вами проходим. Одиночество, предательство, болезнь, неудачу, я не знаю, брошенность друзьями, что бы это ни было, он понимает нас, он сострадает нам, и больше того, он может искушаемым помочь. Аминь. И всё, что надо для того, чтобы он помог приходить к престолу его благодати. Приходить, продолжай приходить к нему. Аминь. Ещё одно из евреев. 12 глава. Что же делать нам? Как же нам не обидеться-то на него, когда он в уничижении, когда мы в уничижении, когда нет ответа на наши молитвы, когда всё складывается совсем не так, как нам хотелось бы. Как нам не обидеться, как нам не приткнуться, как нам не отвернуться от него. 12 глава с 1 стиха. Евреям. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей. Один из них это Иоанн Креститель, свидетель для нас, на которого мы можем смотреть. Другой из них это Иисус. И ещё много-много героев веры. И я думаю, в нашей жизни уже есть люди, вере которых мы можем подражать. «Свергнем с себя всякое бремя и запинающий наш грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Как проходить? Как его с терпением пройти? Взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, «И воссел одесную престола Божьего». Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников. Добавлю здесь. Добровольное поругание. Он пошёл на это добровольно. Чтобы вам не ослабеть душами вашими, не изнемочь. Аминь. Как нам не сдаться? Как нам пройти всё, что нам предстоит пройти? Как нам остаться в Иисусе больше, чем победителями? Приходить к престолу благодати? Смотреть на Него? Аминь. На начальника и совершителя веры? Смотреть на Него? Ещё одна мысль, последняя, с которой хочу вас оставить. Когда мы проходим какое-то испытание, какую-то трудность, пустыня, так назовём это, пустынный опыт, опыт пустыни в нашей жизни, что поможет, это понимать, что далеко не всегда и даже практически, ну очень-очень редко, чтобы это было наказание Божие. Обычно это не наказание Божие. Бог не наказывает тебя. Не поэтому ты там проходишь трудность. Не потому что ты там... Вспомните Иова, например, когда все друзья Ему практически сказали, ты виноват, ты что-то сделал не так, ты такой, ты сякой, давай-ка отследи, и ты обязательно найдёшь. Однако Бог говорит, не в этом дело. Я Его испытал наоборот, потому что Он был одним из самых праведных, и я знал, что Он это выдержит. Ещё что это? Это не оставленность Бога. Хотя мы чувствуем себя оставленными, чем труднее наши обстоятельства, не знаю, как вы, тем больше мне кажется, я одна вот и ходу, где ты, Бог? Где ты, Бог? Я помню, я в молодости в программе реабилитационном стих написала, ну где ты, Бог, когда ты мне так нужен? Далёкий, равнодушный, как всегда, проблемами Вселенной перегружен, а я, я, как всегда, одна, всегда. Такая, как она называется, жертва. Хотя Бог не оставляет и не покидает. Это Его обещание, я буду с тобой, не покину тебя и не оставлю. Наши эмоции говорят, я один это прохожу, но Бог говорит, я с тобой прохожу, это ты не один идёшь, я несу тебя на руках через эту трудность. Аминь. И ещё, что это? Испытание, это не признак того, что всё, ты проиграл, потерпел поражение. Потому что даже, возьмите пример Иисуса, когда Его распяли, мучили, терзали, убили, положили в гробницу, казалось бы, хуже этого уже ничего не может быть. Это была пятница, но потом пришло воскресение, и Иисус воскрес, Иисус живой. Аминь. Никогда не последнее слово за сатаной, всегда последнее слово за Богом. Мы имеем надежду, мы имеем вечную жизнь, мы имеем первосвященника, который понимает и сострадает нам, и может помочь. Услышь меня сегодня, он может и хочет тебе помочь. Приходи к нему за этой помощью. Хватит своими силами, как та овца, то на один путь сбиваться, то на другой. Уже приди к нему. Аминь. Бог близок к смиренным и сокрушенным сердцем. Порой смотришь, вот говорят же, что есть, когда солнце греет, на какой-то вид почвы, она вся ссыхается и трескается, твердая становится. А на что-то другое, когда солнце светит, оно тает, наоборот, мягче становится. Так же наши сердца. Иногда какие-то обстоятельства мы проходим, трудности, и вместо того, чтобы смягчиться перед Богом, смириться перед Ним, не перед обстоятельствами. Вы понимаете? Не то, что о, я принимаю радостно, как я где-то читала книгу, прими свою болезнь. Да нет, не надо принимать свою болезнь, ранами его мы исцелились. Или смириться с обстоятельствами, вот так оно было всегда, так оно и останется. Нет, мы в Иисусе победители, у нас есть дар веры, мы можем двигаться с Богом, слушать Его и в послушании двигаться, но смягчиться, смириться перед Богом. Позволь твоим трудностям смягчать тебя, а не ожесточать. Аминь. Позволь твоим трудностям приближать тебя к Богу, а не удалять тебя еще сильнее. И кто-то может сказать, вот трудность пришла, и вот поэтому я на Бога разозлился, отошел от Бога. На самом деле, вот знаете, говорят, дай человеку деньги или власть, и ты увидишь, кто он есть. Не кем он стал, а кто он всегда, в принципе, был внутри. Вы понимаете? Так же и трудности. Одного они очистят, поднимут на другой уровень, сделают его источником для многих-многих, из которого люди будут пить и черпать утешение и надежду. Или ожесточиться, будет обвинять Бога, людей во всем, и так и сгинет непонятно куда. Вы понимаете? Я хочу, чтобы мы выбрали сегодня с вами не обижаться на Бога. У меня есть обстоятельства, у вас есть обстоятельства, за которые хочется обидеться? Несправедливо. У меня были совсем другие ожидания. У вас есть сферы, где вам хочется сдаться и сказать, ну раз ты такой Бог, вот, короче, я на это машу рукой же. Есть у вас такие сферы? И у нас у всех есть. Даже Иоанна Крестителя, лучшего из пророков Ветхого Завета. Было такое, да? И Иисус говорит, блажен, кто не соблазнится. Я хочу быть блаженной, которая не соблазнится, которая пройдет до конца. Как насчет вас? Два способа, как это сделать. Приходить за своевременной помощью к Нему в молитве и смотреть на Иисуса. Не спускать с Него взгляд. Пример такой есть, когда, например, вот шторм, да, страшный, и к берегу надо плыть, надо смотреть вот на этот маяк. Вот так качает волны, да, вот так качается море, все падают там на палубе, если видели когда-нибудь, все рушится. Такой ужас, да, это. Но если есть вот впереди маяк, надо продолжать на этот маяк плыть. То есть надо найти вот эту точку, непоколебимую и неподвижную. Вы понимаете? Когда вот так вся жизнь тебя кидает, найди эту непоколебимую точку. И это Иисус, начальник и совершитель веры. Давайте помолимся. Господь Отец Небесный, Ты знаешь каждого, путь каждого Господь. И Ты знаешь, что некоторые проходят просто огненные испытания, когда трудно простить, когда трудно смириться, когда трудно пережить, когда трудно понять, Господь. Я прошу Тебя, Господь, я знаю, что Ты всё понимаешь, Ты понимаешь, что каждый из нас проходит. И я благодарю Тебя, что Ты не доламываешь надломленного. И благодарю Тебя за то, что Ты не гасишь вот этот тлеющий вонючий фитилёк. Даже это Ты не делаешь, Господь. Я благодарю Тебя за то, что Ты кроток и смирён сердцем. И когда мы устаем, когда мы обременены, мы можем приходить к Тебе, к начальнику и совершителю веры, смотреть на Тебя, на этот непоколебимый маяк, Господь, посреди шторма, посреди тьмы, посреди бури. Можем смотреть на Тебя, Господь, и обрести надежду, обрести твёрдость, Господь. Благодарим Тебя, Боже, потому что Ты поставишь наши ноги на скале и вложишь новую песню в наши уста. Я благодарю Тебя за то, что всегда за ночью наступает день, за смертью наступает воскресенье. Я благодарю Тебя за то, что в Тебе, Иисус, мы больше, чем победители. И всё будет хорошо, потому что Ты всё контролируешь. Во имя Иисуса. Аминь.